И снова! Здравствуйте, дорогие дамы и господа! Мы продолжаем наш тренинг по мануальной терапии. С вами Олег Алав Гудвин. И сейчас мы рассмотрим, как нам править шею со стороны, когда человек лежит лицом вверх. Спина, соответственно, вниз. Мы обходим с этой стороны и со стороны головы будем. Просим человека закрыть глаза, сомкнуть челюсти. Прежде всего, мягко возлагаем руки и по боковым мышцам, по лестничным мышцам растягиваем, растягиваем. Теперь поднимаем грудинно-подключичную сосцевидную мышцу. Вот так на себя, на себя. То есть, все время мы работаем с декомпрессией. Далее. Прием такой. Повернуть голову, вот эта сосцевидная грудинно-ключичная мышца сразу стала видна, но ее мы жестко не можем прожимать. Мягенько-мягенько так прорабатываем, растягиваем, расслабляем ее. Она хорошо расслабляется на методы релизинга. Либо мы чуть-чуть ее тянем поперек. Пальчиками она как бы у нас выскакивает. Либо вдоль, растягивая за сосцевидное сочленение. Также мягко приложили руку. И ключицу отодвигаем в сторону. В противоположную, соответственно, в сторону наши руки работает. Видно, да, вот так. Вот мы ее растягиваем. Теперь проходимся по всем мышцам вокруг шеи. Захватываем рукой за основание черепа с той стороны, за затылочную кость. Предплечьем в череп сдавим. И скручиваем в эту сторону. А плечо скручиваем, ну тут желательно через тряпочку все-таки. А плечо тянем в противоположную сторону. На растяжение. То есть у нас вот такая плоскость, 90 градусов относительно оси позвоночника. Тут же переставляем руку на верхнюю сколу. А здесь под 45 градусов в противоположную сторону тянем. Получается движение, раскручивание по спирали под 45 градусов к оси позвоночника. Далее переставляем руку на височную кость. А эту дальнюю в плечо уже почти вертикально в тело. Ну где-то у нас градусов 10. Получается относительно оси позвоночника. Быстро повторяю для закрепления. Вот эту мышцу размяли, размяли. Мягенько растянули. От 90 градусов, 45 градусов, 10 градусов. Расшатали шею и положили ее на, как бы, свои руки, как на тарелочку, да. Вот по этим пальчикам идут сосцевидные отростки под черепом. И мы их, как бы, так немножко поджимаем на растяжение, опять на себя, на себя. Это достаточно такой легонечко это все делается. И такой приятный прием, на самом деле. Покачиваются, покачиваются, успокаиваются, успокаиваются. Уходим по волосяной части, мягко ее массируя. Сбоку лучше с нами. То есть вот, покачали. Потянули, потянули. По волосяной части, по линии волос. Разглаживаем лицо, виски. И выводим лимфу вот туда, под ключицу. Теперь ныряем поглубже под шин грудной переход. Ставим руки вот так вот. Между ними астистые отростки вот тут находятся. И первый проход у нас прямыми руками. Второй проход с вибрацией, вот такое дрожание, да. И третий проход по очереди вот так вот руками. Качаем, раскачивая голову и шею вот так вот, влево-влево-вправо. Избавляем от ротации. Так, вот первый проход. Также возвращаемся по волосяной части головы. Мягко уводя лимфу обратно. Второй проход. С вибрацией. Также возвращаемся. Тут уже действую мягко. И третий проход. Раскачиваем по очереди. Себя-на-себя-на-себя-на-себя. И по волосяной части головы. Мягкими вращательными движениями. Вводим поток обратно. Вот туда подключиться. Следующий прием. Нам нужно сделать тракцию. Если помните по нашей схеме. Вот как на доске написано, да. У нас сначала идет тракция. Потом преднапряжение. Но если надо, там легкие подталкивания. Дальше переходящие за преднапряжение. Преднапряжение – это последняя точка, докуда позволяет движение человека. Ну, в смысле костей. Ну и, соответственно, шестое. Уже сразу начинает справка. Мобилизация траст. То есть, непосредственно сам хруст. И, поскольку мы работаем с шеей, то все-таки закончить надо вытягиванием, покачиванием и релакс. То есть, берем его за основание черепа. Голова прогибается назад. Вот так вот, да, вниз. Второй рукой попросим сомкнуть зубы. Второй рукой прижали челюсть. Ну, ладони немножко грубые. Я предлагаю подплечьем. Только на кадык не давите. И вытягиваем на себя. То есть, вдоль. Получается, вдоль позвоночника. Дальше подгибаем под 45 градусов флексию вперед. Тянем под 45 градусов на себя вверх. Потом под 45 градусов. Получается ладерофлексия. Ротация. По 45 градусов. И тянем вбок. И в другую сторону тоже. Ладерофлексия. Ротация. И тянем вбок. Растянули. И положили в затылочную часть, где соединяется с позвоночником, да, череп, на свои пальчики. Ну, на любой палец, наверное, на какой. Прямо вот, чтобы почувствовать эту точечку. У вас рука, череп должен качаться, как вот на одной точке, как будто бы висит, да, относительно позвоночника. Подтянули. Ослабили. И вот почувствую, как он вращается, да. После этого подхватываем под череп, вот руками мягко лежат на черепе, да. Сгибаем ладерофлексия, опять по 45 градусов сгибаем голову, да. И покачивая ее, вторую руку делаем упор. Ну, какую вам часть удобно. Если смотрите на нижние позвонки, седьмой шейный, там шестой шейный позвонок, да, то вот эта вот косточка давим прямо вот сюда, пониже. Близко к, ну вот, под этой мышцы, да, находится шейно-грудной переход. Вот туда. А голову натягиваем, натягиваем, вот дошли до преднапряжения. И после этого, так, он не расслабился, еще раз расслабился, и после этого делаем толчок. Вот произошел хруст. Если более верхние позвонки, c3, c2, да, то можно продавить вот так. С этой стороны прямо в них упираемся. Либо вот, опять же, этой костью. Расслабили, расслабили. Качаем до сих пор, пока не почувствую, что он расслабился. После этого делаем движение. Если нам надо второй позвонок, да, он достаточно крупный, жесткий. Ну, можете даже посмотреть на него. Это имеется в виду аксис? Как там? Аксис, да. Второй позвонок аксис. Вот он. У него вот эта вот косточка еще, да. Ну, мы не проверяли ротацию позвонков, да, сейчас посмотрим. Под атлантом находится. Вот атлант, вот аксис. Соответственно, сейчас мы проверяем вот эти вот фасеточные суставы. Мы вот их сейчас, по сути говоря, хрустели, именно они, боковые отростки. То есть, что мы делаем? Когда вот мы загибаем пальчики туда, вот давайте немножко диагностируем. Все, голова опустилась, глаза закрыты, через сам кнута. Мы с вами пальчиками проверяем остистые отростки, вот там вот, да, которые должны идти вдоль по одной линии по оси позвоночника. Теперь проверяем боковые отростки. Вот тут выходит под косточкой, вот под вот этой, да, там поглубже, вот тут. Выходит боковой отросток атланты. Дело в том, что у атланта, у первого позвонка шейного, да, у него нет ассиста отростка сзади. У него есть только боковые отростки. Поэтому здесь мы его прощупываем. под мощелковым вот этой косточкой. На вращение, на качание, на кивание, на все движения, да. Ну, вроде на месте. Немножко вот сюда выпирает. Спрашиваем у человека. Симметричные боли слева-справа. Справа чуть-чуть больше, да? У меня нормально сейчас, нормально, одинаково, да? Вот сбоку опять второй позвонок проверяем. Тоже, ну, по ощущениям, чуть-чуть справа больше зажат. Здесь. Треть и четвертый. Так, в общем, все позвонки проверяем. Чтобы нам понимать трехмерной проекции. Потому что только по ассистам отросткам мы не поймем. Повернулся он в бок, ротируем, да? Либо он сдвинулся в бок, либо назад. Поэтому проверяем еще по боковым отросткам. Конструктивно у нас аксис, это такой вот, как чашечка позвонок, на котором лежит, собственно говоря, череп, да? У него боковые отростки есть. Вот они выходят либо назад, либо вперед, либо влево, либо вправо. Атлант имеет в виду. Первый. Атлант. Аксис. Атлант, да. Ну, он еще Атлас называется. У него есть вот такое отверстие. Под ним находится аксис, который имеет зуб. Такой, на который, собственно говоря, одет этот позвонок. И вокруг этого зуба, собственно говоря, и вращается череп. Так вот. Мы тогда делаем следующий шаг. Вот это второе позвонка, да? Разворачиваем голову, упираемся во второй позвонок. А тут рукой упираемся в плечо. И натягиваем голову вверх. То есть мы тянем вот сюда, вот сюда голову. Со скручиванием вот так вот сюда. Доходим до предела в последней точке. И после этого, когда будем производить толчок, мы этой рукой вытягиваем вот туда голову. Как бы от плеча отрываю вверх. Сейчас продемонстрирую. Вот так вот. И еще вот так вот. Мягенько, мягенько, мягенько. Вот. Произошел хруст. Это второй, да? Шея не страшно. Ну, вот тут я услышал еще третий, был и четвертый. Нет, ну, как бы мы прицельно пытались второе. Да, на второй, на второй. И теперь, смотрите, в чем фокус. Сейчас, если он ротирован, второй позвонок. Если он ротирован, например, вот сюда, влево. Да? То мы будем поворачивать его за череп. То есть упираться в эту сторону, да? Нам надо будет с противоположной стороны сделать разгрузку и растянуть, да? А в какую сторону будем поворачивать череп? В ту сторону, куда он повернут или в противоположную? Нет, неправильно. Да? Вот эта вот ошибка многих. Потому что в противоположную сторону мы, атлант, мы же вместе закрепили минус друг другу. Мы атлант повернем тогда. Поэтому это делается вот он сюда, череп сюда. Раз. И вставили, понимаете? Вот как это делается. Так же поворачивается голова на бок. Вот, допустим, он повернут вот сюда. Получается, влево. Вот. Мы туда же голову поворачиваем, получается? Туда же голову поворачиваем, да. Сейчас, секунду. Подложили его, то есть вот это косточкой. Мы даем на него, пытаясь повернуть вот сюда. А череп доворачиваем в ту же сторону. Вы расслабились, расслабились. И в противоположную сторону также вот подставили руку и повернули. Это мы работаем тоже второй прицельно, да? Да. Второй позвонок. Теперь, ну, можно так, в принципе, и третий. Если у человека такая шея, ну, мощная, допустим, она не получается вот так вот его продавить, да. Тогда попросим подъединиться ко мне, сюда. Двигайся. Со стола сдвигайся, чтобы голова полностью висела. Надо подвинуть еще дальше, чтобы плечи были вровень со столом. Таким образом, получается, вот экстензия. Можно дать полежать человеку, растянуться дополнительно, да. Поворачиваем голову с ротацией. Углы вот эти, как я знаю, четко выводить надо уже точно. Ну, тут надо почувствовать по самому человеку. Примерно 45 градусов. 45 градусов ротация, 45 градусов флексия, вот сюда вбок. Буквое флексия и 45 градусов экстензия. Все вместе тут получается. Все по 45, да? Да, ну, это, понимаешь, шея у кого-то длинная, у кого-то жесткая. У всех немножко по-разному будет. Идеально тут как бы нету. Опять же ныряем вот этой косточкой указательного пальца. Вот тут позвонок не получилось. Ныряем еще поглубже. Вот тут нам надо… Второй, да, имеется? Да, второй. Чаще всего второй. Надо, если еще поглубже, то еще дальше засовываем. Нам надо чуть присесть и запястьем, вот видите, мы будем поворачивать черепью. Вот. Опять же надо за череп. А с этой стороны – за челюсть. Вот. Раскачали, раскачали, почувствовали расслабление. И после этого раз сделали. Развернули, отогнули шею в бок. Тут я за предплечьем, а тут за череп. Движение достаточно резкое. Раз. Сейчас все возвращаемся обратно. Возвращаемся. Хочет. Ходитстика. Только надо сюда раньше поближе ко мне. Не кажется, так все. здесь мы дополнительно после этих приемов растянули мышцы шеи перед живот себе да только снизу и вверх опять с декомпрессии все дела расслабили расслабили постановил расслабляем дополнительно и в завершении желательно все-таки как я говорил дать ему еще раз тракцию до вытягивать вдоль 142 вперед в бок 1 2 и расслабиться далее у нас идут приемы такие не для всех это в принципе делается всем у кого там прям нельзя расслабить или чтобы добраться еще до грудного отдела то через тряпочку через простынь через полотенце подзываем сюда пускай голову да он всегда была расслабленной мы будем делать толчковую декомпрессию подняли голову дополнительно растерли растрясли вот с натяжением на себя трясли первый прием это мы захватили вот за верхнюю скулу то есть там нижняя челюсть тут верхняя скула нижнюю челюсть извините затылочная кость скула да вот это челюсть нам не нужна челюсть надо замкнуть на себя вот его персты в стол стол чтобы не ехал ни в коем случае можно для дополнительно попросить человеку подержать ему ноги с той стороны носами расслабляем голову ищем пункт расслабления и делаем такой рывок для некоторых это бывает шоком достаточно быстро буквально за минутку приходит себя как нормально так но может поинтересоваться до какой степени дошел хруст до сюда до сюда до подреберье у некоторого до крестца доходит бывает и так второй способ мы перекидываем полотенца так чтобы захватить еще нижнюю челюсть но и и мы не не передавлю даже кадыка и не задушить человека хватаем под затылочной костью так сбоку здесь вот не чуть плотненько хватаем упираемся в стол опять и выдергиваем вертикально на себя горизонтально вот горизонтально да говоришь или конца вечера третий способ скажу держи вообще ничего не делай мне помогать не надо сворачиваем полотенце так чтобы она была как пеленка пошлили до получается не захватываем опять же за скулу здесь снизу поплотнее полосу голова лежит такой пеленочки такой схватили растрясли и дернули опять на себя ну можно смотрите у кого-то криво шея бывает там за или большей частью зажат вот этим отростки с одной стороны да можно с небольшой ротации подключу в каких случаях вот чем она отличается что предпочесть принципе мне вот больше нравится второй способ из этих трех какой-то более устойчиво что-то контролируем смотрим более контролируемый да но там ты можешь дернуть только так и до горизонтально от те таро и грудной задевает что эти то тоже самое нет там как бы да почти то же самое да да во втором способе да когда мы делаем для 2 более контролируемый как мы так четко все которые знала да вот держишь таком как ты можешь пожалуйста и горизонтальный вверх пожалуйста как хочешь вообще не утверждать нельзя вверх вверх и узнаете шею надо и когда и когда только горизонтально да то катаюсь тут получается что мы доходим только до грудного отдела где-то до сюда а так ты полностью выше до сюда хочет грудной отдел полностью проходишь чувствует да вот так вот мобильность больше мы дополнительно еще захватили видишь дополнительно расшатали прицелились после этого живог у меня мой рычаг получают с моим телом первый начало снимай в первый случай да вот я живог делаю гром всем телом да ну соответственно кому как удобнее так скажем в работе мы все равно больше применяем что-то одно кому-то понравилось это кому-то это у кого-то руки мощнее ему вообще все равно чего делает там одним пальцем тянет да так вот сейчас теперь еще какой-то четвертый способ через салфетку надо чтобы человека не было вставлено челюсти местом челюсти вот через открытый рот то есть открываешь рот открываем рот закрываем глаза сына страны подхватываю под череп вот это же чувствуешь было качалось до оттуда а тут хватает за верхнюю челюсть ну там двумя-тремя пальцами там под зубами год и вытягивают так же вы включали на себя вот такой упор все-таки в зубы да и пути челюсти в верхнем и в него прям меня было вяжем без к нему и блин такое я особо я тебе просто сейчас после первого раза не не дергай сильно надо на следующий способ это 5 получается да мы садимся у человека сзади перей в колени в стол мы все время опираемся в стол чтобы он вообще никак никак не съехал одной рукой захватываем вот тут способ по маневрений но честно говоря руками слабее получается захватываем опять под затылком глушит голова так укачалась через сомкнули а тут держим в челюсть тянули и результат на на себя внизу да ничего ничего вот тут получается воздействие на на первые грудные шейный позвоночник до c123 а если надо по локальной взять на 7 например позвонок или там 6 до этого хватаем подальше вот за счет ширины ладони у нас уже расширяется шея до хватаем опять мягко только за челюсть и расшатали можно чуть приподнять и двигаем на себя но это способ не очень нравится потому что не хватает мобильности движения назад это мобильность шерездаешь во-первых так получается да еще и в челюсть еще даешь ну вот в принципе все способы рассмотрели 6 сейчас мы все это будем отрабатывать на практике а если вы нас только смотрите посмотрите у нас можете бесконечно и ничего научиться пока не придете коллегу гудвину на тренинги он вас всему научит поставит вам руки и отправить в понедельник в понедельник готовым дипломированным специалистом сразу в работу приходите к нам на курсы повышения квалификации для массажистов да в академии интересно ориентированных практик и а по видео просто поставьте лайки и не забывайте до новых встреч дорогие друзья пока пока пока